Уже пятый год падают доходы населения. 17 миллионов наших людей, это очень много, живут за чертой бедности. Казалось бы, если государство поддерживает какое-то, хочет быть справедливым, там есть социальная ответственность бизнеса, мы много об этом говорим, все-таки тяготы все свои населения должны испытывать одинаковые. Но по данным Форбс, тут нельзя усомниться, они подтверждены и другими источниками, российские миллиардеры, которые окружены западными санкциями, за полгода стали богаче на 14 миллиардов. На первом месте долларов, да, естественно. Они там не считают в других денежных единицах. Северсталь, Мордашов, значит, 20 с лишним миллиардов. На втором месте Новолипецкий металлургический комбинат Владимир Лисин, тоже больше 20 миллиардов и под 20 миллиардов. Новотек, Леонид Михельсон, это торговец газом, и первый российский сжиженный природный газ, это вот дело его рук. Да ладно, пусть у нас будут богатые люди, но мне кажется, что все это не в коня корм. В эти же дни стало известно, что капитализация компании Apple превысила 1 триллион долларов. Эта компания Apple не имеет отношения к нефти, газу и стали, к природным ресурсам. Это продукт человеческого ума. Вот, все наши богатейшие компании так или иначе имеют дело с природными ресурсами, и вот эти вот уважаемые добрые люди наполнили свои карманы фактически эффективно, используя общее достояние, а именно природные ресурсы. Так вот, триллион долларов стоит Apple, знаете, вот смартфоны разные. А если взять пять крупнейших российских компаний, Сбербанк, ВТБ, Роснефть, Газпром и Северсталь, и сложить их вместе, то они будут в пять раз меньше, чем один Apple. Как же можно так распоряжаться российскими богатейшими во всей вселенной недрах, чтобы набить только свои карманы, но не достичь какой-то крупной капитализации своих компаний? Почему в Америке компании, которые созданы просто путем напряжения сил в черепной горобке, в пять раз богаче, чем пять крупнейших российских компаний? Я не понимаю. Может быть, что-то в оркестре не так? Я рад, что они, конечно, живут припеваючи, что у каждого яхты, там, самолеты и всякое такое. Но стране-то от этого что? Ни в коньяк корм. При этом все это происходит на фоне того, что население становится все беднее и беднее. Никакие-то реформы, которые у нас предлагаются, пенсионные реформы, все об этом говорят, это же удар по беднейшим слоям населения. Можно было бы просить этих людей, поделиться, но у нас не вводится прогрессивный налог. Если бы у господина Михельсона, или страшно подумать, Алексея Мердашова стало не 20 миллиардов долларов в загашнике, а, предположим, 19 миллиардов долларов, конечно, это была бы трагедия всероссийского масштаба, но так ведь прогрессивный налог во всех странах мира, Стив Джобс и, значит... Тим Кук? Всем там американские миллиардеры платят почему-то прогрессивный налог. Страшно подумать, но ведь и Дональд Трамп платит прогрессивный налог.